Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расколот Тару для мужчин. На что вы не обращаете внимания? Может быть в жизни есть либо какие-то знаки, либо какие-то моменты с женщинами, ситуации. Давайте-ка проясним это. Как всегда для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, в каких энергиях сейчас вы пребываете. Энергия, знаете, не очень-то и хорошая. У вас прошло разрушение в вашей жизни, разрушение с женщиной, но вы до сих пор не можете это как-то забыть, успокоиться не можете. Вот это идёт с вами по жизни, вот это разрушение, вот этот осадок. Вы хоть и самодостаточный мужчина, но всё равно как-то, знаете, вот когда по жизни человека вот растоптали просто, растоптали как какую-то ненужную вещь, то это может сломать любого, даже самого сильного мужчину, к сожалению. Знаете, вы такой мечтатель. Вот вы себе когда-то намечтали очень много по жизни, что вы будете с какой-то женщиной, с определённой, да, я так подозреваю, что это женщина, которая всё разрушила. Вы настолько вот как-то вдохновились нею, вы думали, что это будет одна и на всю жизнь, да, ну в таком роде. Но всё пошло не так, к сожалению. То есть момент разрушения, очень серьёзного разрушения в вашей жизни присутствует. Вот знаете, вы такой человек, вот вы если любите, то вы любите. Вот для вас любовь, вот она с большой буквы, любовь — это всё для вас. Вот вы если влюбляетесь, ну как в омут с головой, вы, может быть, знаете, вот закрываете глаза на всё и на всех. Для вас существует вот чисто женщина, ваш объект вашей любви. Вы отдаёте всего себя, все свои силы, все финансы. Ну то есть вы делаете всё. Вот знаете, иногда такие люди, наверное, бывают только в книжках, да, либо же в фильмах. Даже не верятся, да, вот иногда, что такие моменты есть в жизни. Вот такая любовь действительно беззаветная, да. Но это есть. И таких мужчин довольно много. Но почему-то вот женщины считают со своей колокольни, что женщины больше отдаются в отношениях. Ну такой вы очень и очень любвеобильный. Очень такой, знаете, вот если любите, то искренне любите. Ну сейчас просто у вас не очень-то такой приятный момент, да. Вот момент, когда хочется забыть. Это всё как кошмарный сон. Момент, когда хочется уже чего-то нового. Давайте-ка посмотрим, что ещё в жизни вот в вашей происходит. На что вы не обращайте внимания. Вы знаете, вот вы, когда вот с женщиной, вот я сейчас общую картину, да, рисую. Это и прошлого, и будущего, и настоящего будет касаться. Вот вы такой человек, что вот если вы, опять же повторюсь, если вы любите женщину, вы как-то, знаете, вот, ну, слепо просто, слепо любите. Да, это вроде бы и правильно. И женщины такие бывают, конечно же. Но, знаете, вот вы не обращаете внимания вот за своей любовью такой всепоглощающей. Вот не обращаете внимания на какие-то, знаете, вот первые звоночки в поведении женщины. Вот вы любите её, но вы не замечаете, когда вот какой-то первый холодок со стороны женщины проходит, да. Это важно замечать. А вот, к сожалению, люди, которые безумно влюбляются, любят, да, вот, вот этого не замечают. Вот эти розовые очки, они затмевают всё просто. И вы не замечали, первый раз, может быть, когда она какую-то заботу не проявила, ну, пусть в мелочах, да. Вот что-то она делала раньше, сейчас она так не сделала, да, ну, в тот момент. То есть вот эти вот первые звоночки. Может быть, она была более ласковая, но пришёл какой-то момент, и она стала не такой ласковой. Как-то вы, вот знаете, вот вы стараетесь оправдывать всё. Вот её поведение, да, вот, может, она устала, может, нет настроения, кто-то расстроил, ещё что-то. Ну, то есть вот вы в жизни, да, может быть, это уже и не с одной женщиной было. Вот настолько вас, понимаете, любовь заслепляет, что вы не видите вот этого переломного момента, когда всё начинает происходить, когда вы начинаете отдаляться с женщиной, потому что любая пропасть в отношениях, она начинается с маленькой трещины. Какое-то маленькое недопонимание, какое-то, знаете, вот, ну, я не знаю, невнимание, да, вот, какая-то, ну, незаботливость, да, вот, вот эти вот первые звоночки, на них очень важно обращать внимание. Поэтому, я думаю, в дальнейшем у вас 100% у всех будет и новая история любви, новая женщина. Просто не допускайте вот этих ошибок, да, вот. Вот, иногда нужно снимать вот эти вот розовые очки. Вот вы такой человек, да, это хорошая черта, это, ну, потрясающая черта, да, когда вот ты любишь и ты, ну, полностью, да, ну, поглощаешься, как бы, женщиной, ты хочешь всё для неё сделать, да, любой каприз. Но иногда нужно вот трезво смотреть на ситуацию, потому что, когда уже поздно, тогда мы начинаем замечать, что и она и там не реагирует, и там она не реагирует, и там она не заботлива, и там, ну, когда-то же был первый раз, понимаете, о чём я говорю? Вот очень важно улавливать вот именно вот первый раз. Почему-то, да, вот холодно ответила, отказала в интиме. Когда-то вот это первый раз начинается, понимаете? Вот важно уловить его, важно договориться, важно сесть поговорить, да, вот именно когда вы замечаете, просто сесть и сказать, что случилось, да, вот почему вот так вот, а почему это, да, у каждого будет своя ситуация, конечно, проигрываться. Ну, то есть не нужно допускать вот эти вот ошибки в следующих отношениях. Вот учитесь улавливать, улавливать холодок. Многие, кстати, интуитивно улавливают у многих людей, ну, у женщин больше, конечно, развитая интуиция. Поэтому если вот вы в следующих своих отношениях почувствуете, что что-то не так, да, да, понятно, все мы люди настроения, как бы, да, бывает, когда нет настроения, мы можем там не так ответить, не так среагировать, но если первый раз, второй раз, да, то есть вы видите вот начало, начало вот этих вот каких-то холодов в отношениях, нужно садиться и срочно разговаривать. Так, что еще? Да, вот вы не замечаете, когда вот, может быть, первая холодность от женщины начинает исходить. Вот вы как-то вот, когда любите, ну, настолько заслеплены. Может, она вот резко, грубо ответила, а вы как-то, да, устала, да, да. Ну, хорошо, один раз я допускаю, пусть, все мы живые люди, все мы можем ошибаться, да, бывает всякое, бывает, резко ответишь, там как-то не так. Но когда это один раз, второй, третий, да, и пошло-поехало, когда вы, ну, видите, что что-то не так, очень важно сразу, сразу договориться, сесть, поговорить, да, что случилось, может быть, я что-то не так делаю, да, потому что женщины такие существа, которые, они могут тоже в себе копить свое недовольство какое-то, да, вот им что-то не нравится, что мужчина делает, либо же там в поведении, что он говорит, там, ну, что угодно может быть. И она будет это копить, да, и, соответственно, она станет злой, раздражительной, а потом, конечно, когда это копится в больших количествах, то кто-то в скандал уходит, это выплёскивает, кто-то идёт налево, да, ну, то есть у всех это по-разному, но до добра это не доводит. Вот, понимаете, вы очень семейный человек, да, это потрясающе, это здорово, но вы настолько, вот, знаете, ну, не надо быть таким заслеплённым, вот не надо просто, потому что, ну, снова на те же грабли наступать, ну, как-то, понимаете, вот у вас бывают ситуации, да, вот когда вы настолько, вот, всепрощающий человек, вот вам, да, вам страшно, понимаете, ну, не то чтобы страшно, да, к мужчинам страх как-то, ну, не очень хорошо и не очень красиво применять. Ну, вот вы, знаете, вот вы всё-таки задумываетесь о будущем, с кем вы останетесь, с чем вы останетесь, да, ну, то есть вы уже боитесь вот этих вот не то что новых отношений, вы боитесь, что снова будут у вас какие-то конфликтные истории с женщинами, вам и хочется, и колется, да, вы уже не знаете, как делать, как себя вести, да, вот вы не знаете, ну, на какой козе подъехать к женщине, да, вот. Просто многие мужчины, вот, говорят, я уже не знаю, как ей угодить, да, вот, вот не знаю. И вы уже этого и побаиваетесь, понимаете. А если вы ещё будете к своим каким-то страхам, вот, которые сформировались в прошлом, да, ещё будете снова совершать те же ошибки, да, вот, слепо, слепо отдаваться, да, вот, вот, любить это потрясающе, да, но нужно не растворяться в партнёре. Это касается и женщин, и мужчин, да, вот, ну, нельзя полностью растворяться в партнёре, это до добра не доведёт никогда, поверьте. То есть учитесь вот именно моменты вот эти, моменты охлаждения улавливать вот на будущее, да, да, учитесь, знаете, вот, слушать и слышать. Потому что у женщин тоже могут быть какие-то, вот, знаете, вот, завуалированные просьбы. Женщины вообще такие, дамочки, они очень любят намёками разговаривать. Я думаю, вы это, может быть, замечали по жизни, да. Не все женщины знают, что с мужчиной нужно говорить прямо. Это женщины, они понимают намёки, а мужчины, они, ну, далеко не все понимают. Мужчине нужно прямо сказать, я хочу то-то и то-то, мне нравится то-то и то-то, да. А иначе мужчина может либо же неправильно понять, либо же вообще не понять, что от него женщина хочет. Поэтому, вот, очень важно уметь договариваться, уметь разговаривать. Это вообще золотое правило психологии. Уметь разговаривать, уметь слушать и слышать. Поэтому, знаете, когда вам хочется, я не знаю, вот, знаете, как бывает, женщина не в настроении, мужчина уже не знает, там, ну, на задних лапках прыгает, уже не знает, как, что, да, вот, ещё больше хочется есть, что-то купить, что-то подарить, да. Ну, лучше не делать этого, лучше сядьте, поговорите, да, потому что у женщины-то может быть плохое настроение, потому что что-то в вас не нравится, понимаете, либо же что-то вы не сделали, что-то где-то обидели, сказали не так, да, вы будете со своими, там, цветами ещё с кем-то. Она скажет, да, забери ты эти цветы, да. Просто вот эти вот, понимаете, вот осадок вот этот, вот эта недосказанность, какие-то, я не знаю, накопленные, там, обиды, злость накопленная, она до добра не доводит. Поэтому вот учитесь обращать внимание именно на вот такие моменты, моменты в отношениях с женщинами, да. Это касается и отношений, это касается и когда вот первая стадия, вот когда вы только начинаете общаться с женщиной, когда вы только начинаете встречаться, да. То есть, вот знаете, каждый наш шаг, наш шаг, каждое наше слово, оно ведь о чём-то говорит. Вот если так задуматься, да, вот, ну, мы просто так ведь ничего в жизни не делаем. И точно так и женщины, и мужчины. Мы делаем именно вот этот конкретный шаг, да, по какой-то причине. Мы говорим именно вот это, да, по какой-то причине. Это зависит либо же от отношения к человеку, да, либо же от поведения. То есть нужно уметь, уметь слушать, уметь всецело не растворяться. Обращайте внимание на всякие мелочи, потому что из мелочей складывается уже что-то более глобальное, да. Вот, начиная с маленькой трещины, это переходит в глобальный разрыв, в глобальную пропасть между людьми. Вот как-то так. Много профилософствовала я сегодня, конечно, да, но я думаю, суть вы уловили. Уметь различать начало охлаждения в партнёре. Вот это коротко, потому что много всего наговорила, да, но коротко. Уметь находить вот эти вот точки, да, точки соприкосновения, уметь говорить и разговаривать. И всё тогда будет хорошо. И ваши новые отношения, ну, уже не будут такими печальными, как были раньше. Вы уже будете учиться на своих ошибках, и всё у вас будет хорошо. А вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok